Ровно 63 года назад, 3 августа, республика Нигер стала суверенным и независимым государством. Она перестала быть одной из множества колоний Франции на западе Африки. По этому случаю, на центральной площади нигерийской столицы, Неомеи, сторонники правящей военной хунты и группы гражданского общества провели демонстрацию. Собравшиеся размахивали флагами Нигера и России и выразили протест против иностранного вмешательства во внутренние дела страны, где военная хунта свергла закона избранного президента Мохаммеда Базуму. Лидер пучистов, генерал Абдурахман Чиани, командующий президентской гвардией, выступая сегодня по местному телевидению, официально предостерег все иностранные государства от, цитата, «любого вмешательства во внутренние дела страны». Что касается некоторых зарубежных стран-партнеров, то мы, как и подавляющее большинство народа Нигера, были удивлены их стремлением осудить захват власти Национальным советом по обеспечению безопасности Нигера. Они объявили о введении санкций против Нигера и его народа. Де-факто это может положить конец нашему с ними сотрудничеству в области безопасности. Эта враждебная и радикальная позиция не приносит никакой пользы ни в разрешении новой ситуации, возникшей в результате захвата власти Национальным советом по охране страны, ни в нашей до сих пор общей борьбе против терроризма. Спустя семь дней после военного переворота Соединенные Штаты начали частичную эвакуацию персонала американского посольства из нигерийской столицы Ниомей. Сотни иностранных граждан уже покинули страну. В среду эвакуационные рейсы, организованные французскими властями, доставили в Париж 262 человека. В Риме также приземлился рейс, организованный Италией, на борту которого находились 87 человек. Президент США Джо Байден в четверг призвал пучистов к немедленному освобождению президента Базума и членов его семьи, которые находятся под стражей со дня военного переворота. В заявлении Байдена говорится, что Нигер столкнулся с серьезным вызовом демократии. Народ Нигера имеет право выбирать своих лидеров. Они выразили свою волю посредством свободных и честных выборов, и это необходимо уважать. Защита фундаментальных демократических ценностей и отстаивание конституционного порядка, справедливости и права на мирные собрания имеют важное значение для партнерства между Нигером и Соединенными Штатами. Я призываю к немедленному освобождению президента Базума и его семьи и к сохранению в Нигере демократических институтов. Соединенные Штаты оказывают Нигеру гуманитарную помощь и поддержку в сфере безопасности. Ранее Вашингтон предупреждал, что в результате переворота всякое сотрудничество с Нигером может быть прекращено, тогда как Франция и ЕС уже приостановили финансовую помощь стране. Переворот был решительно осужден западными странами, многие из которых считали Нигер последним надежным партнером Запада в борьбе с джихадистами, связанными с Аль-Кайдой и группировкой самопровозглашенного исламского государства в Африканском регионе Сахель. Аналитики отмечают, что этот богатый ресурсами регион в данный момент находится в сфере активного влияния таких крупных держав, как Соединенные Штаты, Россия и Китай. Например, российская ЧВК «Вагнер» под командованием Евгения Пригожина укрепляет свои позиции в соседних странах. Эксперты полагают, что вагнеровцы, скорее всего, участвовали в череде военных переворотов, прокатившихся по Западной Африке, Пуччи, Мали и Гвинеи, 2021 год, 2022, Буркино-Фасо и сейчас Нигер. Это прокси-война, но по крайней мере последние 3-4-5 лет в Африке идет прокси-война. Это своего рода новая битва за Африку, и внешними силами являются США, Россия и Китай. Россия любит завоевывать, применяя ЧВК «Вагнер». Китай использует экономическую войну под названием «Один пояс, один путь». Тем временем в столице соседней Нигерии продолжается экстренная встреча руководителя оборонных ведомств блока «ЭКОВАЗ», на которой обсуждаются дальнейшие шаги с генералитетом военной хунты по разрешению ситуации с заложниками. Речь идет об освобождении из-под ареста президента страны и его семьи. Санжар Хамидов, Голос Америки, Вашингтон.